Крестился в соборе для Бражевского, в имбитном соборе XII века, который сохранился, сейчас останавливается. Он был князем в Нограле, несколько раз его приглашали, был в Владимире, там был погребен, рака осталась его мощами. Даже некоторые говорят, что там, собственно, лежат его мощи, тайная. Но Петр принес часть мощей, маленькую часть, потому что там громадная рака, два метра с лишним, а в Питере маленькая буквально гробница. Поэтому невозможно было перенести мощи. Есть даже предание, что несколько раз переносили, и мощи там не было. Поэтому Петр там рукался, топал ногами, говорит, я император, а ты всего лишь князь, как ты меня не слушаешь. У меня такие даже чудные вещи. Но все-таки, говорят, руку правую перенесли, и вот рака, часть мощей, правая рука, находится в Питере, в Гроднице, в Красивой Раке. И Петр Первый создал новую столицу, так скажем, волевым решением на болотах, на плаве. Но все равно это была столица. Продолжение, мы знаем, Киев был первой столицей России, до этого еще новое победание в Словенском веке. Потом был Ростов, так скажем, кандидат на Тверь была в свое время, тоже кандидатом на царство. Но был Владимир, потом Москва, а потом Питер, и сейчас опять Москва, столица нашей Родины. По-разному называлась и Русь, и Святая Русь, и государство Московское, Московье и Россия, сейчас называется и Советский Союз и так далее. Но главное, что это наша держава российская и покровительный Господь и Матерь Божия державная, которая после того, как царя нас изъяли, стала нашей заступницей и все в народах христианских взяла свой державный покров в землю русскую. И вот, начиная с Владимира уже более тысячи лет, Русь находится под покровом Господа, под покровом Божией Матери и небесных святых покровителей. У нас гораздо более тысячи небесных святых на небесах, которые молятся на землю русской. Один из великих этих угодников Божий, святой благоверный преподобный князь Александр Невский, который знался в Невске в честь битвы на Неве. Большая битва была, но он в ней, будучи совсем юношей, еще славно одержал победу и назвал просто, так скажем, Александр Невским. Потом он побеждал еще из таких сильно вооруженных тевтонских рыцарей на Псковском озере, на Чурском. И много одержал славных побед. И как правильно сказал Тесдиакон, что он понимал, что с востока, где мощь и сила, невозможно ли противостоять оружием, но они, кроме грабежа и такого-то небольшого насилия, не влезут душу русскую, то он с ними заключал дипломатические контракты, как говорится, соглашения. Но Запад, который именно лез в душу, хотел поднять под западное католическое нечестие, он отдавал последние силы, последнюю кровь и побеждал с Божьей силой. Мы знаем, что князь, по-моему, Бюрдер на Новгороде шведский три года готовился к этому нападению, и Александр Невский его разбил малым войском Новгородским. Слава Богу, у нас есть такие мужи, русские воины, русские герои, герои-победители, которых мы знаем, они и земные славные вожди, и на небе они предстоят престолу Божию, молятся за землю русскую. Мы знаем, что когда он шел на эту битву, то она оказалась в то время невозможной победить и одержать победу, но его один из помощников, воинов, Белгу, его звали в вечном шоу, воин веки, увидел, что кто-нибудь корабль, и Борис с Глебом сидят, и говорят они, один из них поможет нашему брату, нашему соплеменнику Александру Невскому в битве, и помогли. И таких вот чудесных событий в русских победах очень много, когда запасной полк стоял, и он был усечен во время Куликовской битвы ангелами, и много таких подобных событий, когда уже на помощь человечеству была поздно надеяться, только чудо Божие, но побеждали врагов и сопоставок. Слава Богу, Александр Невский очень почитаем в народе до сих пор. Во время Отечественной войны, когда тоже уже враг давил и силы оружия, и, как говорится, внезапностью, и опытом, и мы проиграли продолжение за сражение, враг подходил к Москве, то церковь наша русская православная, тогда находящаяся на коленях, уже на последнем, можно сказать, вздыхании, и тогда наш вождь нашей России Сталин, который гнался от той стороны церкви, с другой стороны поддержал, а священство выпустило много многих епископов, священник выпустил из ладерей, и они помогли нам болять брани, укрепили дух русских воинов, и в тылу тоже. Так вот, русская церковь объявила пожертвования, было собрано немало средств, на них было куплено и построено целое эскадрилье танков, самолетов в честь Александра Невского и танков в честь Дмитрия Донскова. И вот эти наши оружия, собранные на средства церковные, они тоже поучаствовали в войне и нашли немалый вклад. И вот Александр Невский, вот этот вождь, как скажем, России в то время, Сталин, как раз поднял имена таких, как Александр Невский, Дмитрий Донской, великие гнезья, Суворов, Нахимов. То есть, такие наши славные герои, которые были забыты в советское время после революции, потому что хотели сделать мировую революцию. Началось именно возрождение традиций народных, героев своих, и это было очень хорошо, русские люди вспомнили. И вот недавно, буквально лет 8-10 назад, был такой всероссийский конкурс на то, чтобы, каким именем можно назвать Россию, какой славный, самый славный герой у нас в России. И люди голосовали, вот, знаете, такое имя России был проект, каждую неделю показывали 12-13 раз передач в течение нескольких месяцев. И были великие люди, видите, ученые Менделеев, самые, наверное, великие всех ученых за все времена, которые известны в человечестве. Был наши императоры многие, Александры, император Николаев в том числе, были Ленин, Сталин, были много разных подающихся людей на разном поприще, и добрых, и злых. Был Пушкин, и так далее. В общем, все люди, которые известны в России, но первое место занял как раз Александр Невский, потому что он был и великий политик, дипломат, он был и преподобный, скромный, смиренный монах, глубоко верующий, принял монашество перед смертью с именем Алексея. Он был молитвенник за землю русскую, был славный воин, то есть в нем и стал на небесах, на всех небесах стал небесным светлым Богом. Поэтому такого святого, конечно, у нас на Руси подобные есть, конечно, но он с единородного почитания занял достойное первое место. И поэтому, слава Богу, у нас есть такие великие заступники земли русской, которые на небесах предстоят, престолы, молятся за всех нас. Не часто приходится бывать в этом селе заветное, не знаю, от какого его слова, может быть, заветы меча, а может, ответка нового завета. Но, скорее всего, все-таки так, потому что мы должны все читать Священное Писание, которое часть является Ветхий Завет, и, самое главное, Новый Завет, из которого нельзя спастись. Надо обязательно читать Новый Завет, который состоит из четырех евангелистов, Матфея, Марка, Иоанна и Луки, да, читать обязательно Деяния апостолов, Послания апостолов, Апокалипс, это главные книги, но главное, конечно, это Евангелие. Поэтому каждому человеку надо обязательно каждый день читать Евангелие. Это Слово Божие. С каждым хлебом насущным жив будет человек, а всяким Словом, исходящим из Лук Божиих. Конечно, без хлеба и прочее, где человек ослабнет и умрет, но умрет тело, душа не умрет, а вот душа умирает, когда она не питается благодатью Божией, не читает Слово Божие. Поэтому обязательно надо читать Евангелие или обязательно читать Святых Отцов. Иоанн Златоуста, который платит Евангелие, других отцов, жития святых, которые думают и чтение Божьей. Всех раз поздравляю с праздником. Я сам родился в Подмосковье, жил долго в Москве и считаю себя москвичем. Но люблю больше русскую глубинку, русскую деревню. И люблю искренне, говорю, я прислали сюда, как военный указ дают, на север, на восток, как и мне тоже поставили сюда, на юго-восток России, в Приморье. Я приехал сюда безорогно, послужил и полюбил эту землю. Она и красивая, люди простые здесь, как говорится, всяких любителей денег, власти и удовольствия, они всегда на Запад побежали. А здесь живут простые люди, можно и бедные, можно и убогие, можно и какие-то в чем-то нескладные. Но эти люди трудятся и не унываются, несмотря на то, что даже государство их много бросило. Но здесь простота, доброта и любовь. Поэтому надо возрождать русскую глубинку, трудиться на возрождение земли русской. Сейчас тяжелый период, может даже в войне будут быть, кризисы они уйдут. Но мы не боимся этого, мы должны преодолеть это очередной раз и возрождать землю русскую. Мы знаем, что глобалисты, сатанисты всех масти, они подминают разные традиции русские, наше преемство, которые подминают русский язык, семейные ценности и так далее. Но мы должны держаться, держаться в церкви, потому что без церкви нет спасения. Церковь, кому церковь снимает, тому Бог не отец. Мы знаем, кто на зарубежом, где русских не так много, но они тоже есть. Кто-то бежал в время после революции, кто-то другие времена, попал на Запад или на Восток. Они собираются все вместе, если они становятся иностранцами, они, как говорится, предают все русское и становятся иностранцами. Но если они держатся русского, то они обязательно собираются вокруг храма. Это русский мир такой, знаете, там все русское. Они там чай пьют, по сути, помолваются сначала, чай попьют и побеседуют о России, как хорошо было в России и хорошо бы туда вернуться. И многие возвращаются. Так что, и так и мы здесь, в тяжелые времена, когда вроде бы Россия на 80% состоит из русских, мы здесь обездолены, мы, можно сказать, и без прав, и гонимы. Мы должны собираться объединяться и возрождать землю русскую, русские ценности, русский мир. И он основан, прежде всего, на вере, на Евангелии, на вере во Христа. Поэтому будем надобрены, наверное, на русской правде. Охраняй вас Господь, дорогие братья и сестры, Матерь Божия, Александр Невский, святой и всех святей. Спасибо Господь. Причастники, выслушайте благодарственные молитвы после вам защищения.